Мои хорошие, когда я вот год назад занялась собой, хотела похудеть, я до Марины утром шла быстрым шагом, такое было у меня большое расстояние, эстафета, в этом году не получилось, сейчас очень жарко, и я вот диету начала, как-то разленилась, наверное, старею уже, понимаете, все дело идет в старости. Вот здесь вот для теннисной корты, здесь вот сидят так, занимаются спортом, такой ветер прохладный, так здорово, как будто вентилятор включен, вот туда дальше, там рестораны, за дорогой. Немножко подальше, высокоэтажные дома, для себя дистанки. Мы тоже катаемся, ножки наши отдыхают. Ой, как хорошо. Как здесь можно носить обувь на высоком, когда столько ходишь пешком, приходится ходить. Ой, как хорошо, как будто я летаю, друзья мои. Хочу показать вам, посмотрите, мельницы. Видите? Здесь находится, кажется, какая-то у нас организация, не ресторан, ничего. Вот такая вот красотища. Видите? Вот такая вот мельница. Такие беседки люди сидят. Посмотрите, сколько людей здесь, все сидят семьями, приносят еду, чай пьют. Посмотрите, показываю вам, именно все переполнено. Сколько раз я брала отсюда цветы, и у меня один цветок не прижился. Почему так происходит? Воровать нельзя, а говорят, что цветы надо воровать, чтобы они хорошо росли. Друзья мои, я вам показываю самые такие интересные места. Вот мы все идем. Это все искусственное, а не настоящее. Но есть историческое. Я ж как бы в Италии. Уже все, турецкая музыка пошла. Рестораны. Так, а это вот единственный такой ресторан, кафе. Тут свадьбы делают. Именно вот в этом месте, рядом. Посмотрите, какая кошка хорошая. Кошечка. Две кошечки. Что они делают? Кошки. Смотрите на них. Тихо, музыки нету. Но Марина это бомба вообще. Я сама вот так люблю туда ходить. Именно как будто переключаюсь в Европу, попадаю с Турцией. Ну, Турция везде разная. Сейчас время у нас десять-тридцать. Детей полно. Тут всегда допоздна люди и дети. И знаете, мне кажется, что даже режим они знают, как мы вот. Когда у меня дети были маленькие, они уже в девять-десять были в кровати. Мне кажется, здесь все по-другому. А вот мы идем, гуляем. Здесь Турция вот так только ходит. В каком бы возрасте вы не были, и восемьдесят летние, и восемьдесят летние, и семидесяти, и пятидесяти, и молодежь. Площадь Галакасарая. Я сейчас вам объясню, в чем тут суть. Когда проходят матчи, и Галакасарай выигрывает команда, вот все болельщики приходят на эту площадь, на такую огромную. И здесь проходят встречи, праздники, салюты, веселятся, все радуются за победу этой команды. Вот такая вот здесь. И также есть, где на Бахче есть площадь, и сюда приходят только Галакасарай болельщики. Красота. Сейчас я зайду вместе с вами вовнутрь. Здесь вот такой фонтан. И здесь много фотографий в этой площади. Сумол этой команды Лев Аслан. Смотрите, мои хорошие, одиннадцать часов вечера, и сколько детей вокруг. Смотрите. Тут по двенадцати до часа они на улице. Высокие дома. Тут такой самый элитный район в Мерсине. Море двести-триста метров. Высокие здания. Мизитли называется район. Молодежь очень положительно относится к спорту. Здесь уважают баскетбол, волейбол. В такое время играют. И не такие уже они молодые, но находят время для спорта. Потому что днем очень жарко. И все вечером уходят поиграть. Такая вот красота. Видите, какой Мерсин. Это вот мы оттуда прошли. Там, видите, вы зеленые. Видите, не видите? Вот там вот находится Марина. Вот столько мы, посмотрите, прошли пешком. Вот видите, сиреневая. Вот там вот оттуда мы и прошли. Увеличила как могла. А это я вам покажу. Искусственный берег. Вот год назад здесь не было берега. И видно волны. Вот прибили вот эти камни. И вот сейчас люди могут спуститься вниз и рыбу половить, позагорать здесь. А так вот что делается. Делает море. Здесь вот такие тренажеры. Баскетбольная площадка сзади. Вот велосипедные. Велосипедная дорожка и велосипеды. Можно взять на прокат и кататься. Такая огромная площадь. Мы переходим уже в район Верашихир. Наш район. Наконец-то мы пришли почти домой. Вот вы видите там этот такой мостик сиреневый. Вот я делала одно из видео, когда делала обзор ночного версина. Ночью играют в баскетбол, волейбол. Потому что жарко днем очень. Видите, как красиво там впереди. Деревья какие ухоженные. Посмотрите, пальмочки. И все здесь вот сидят. Кофе пьют. Биджи-биджи. Я уже рассказывала, что это такое из снега сделанное. Сладость такая турецкая. Люди все отдыхаются. Отдыхаются в квартирах сидеть, в помещениях. И приходят сюда все. Пиво здесь не пьют. Нельзя, говорят, так открыто пить. Поэтому идем по мосту. Такой мост он. Сиреневый. Видите, сколько время. Двадцать восемь градусов. Вот тут Низитли. Телли Диеси. Двадцать восемь градусов сейчас. Представляете, сколько днем градусов. Вот небольшой парк. Мы идем. Где музыка, но уже турецкая. Европейского здесь редко услышишь. Готовое. Готовое. Удобное. Готовое записание. Готовое. Готовое.